Ковид-умный сайт с таким названием недавно появился в сети. На нем обобщена информация о нескольких десятках человек, которые, по мнению сайта, занимаются дезинформацией о коронавирусе или вакцинации. Политики, знаменитости и даже медики. По крайней мере, один из фигурантов данного списка уже обратился в полицию, а еще один скончался. По неофициальной информации у него был констатирован COVID-19. Сергей Герасимов продолжит. Люди, которые, руководствуясь личными интересами или недружественными силами, замешаны в кампании дезинформации COVID-19. Это заголовок сайта covidgoodria.com или COVID-умные. На нем имена 80 известных в обществе людей. Здесь же их фото и обоснования, за что попали в такую кампанию. Русс ЛСМ связался с несколькими его фигурантами. Арнольд Бабрис, предприниматель, бывший сотрудник Бюро по защите Сатверсме, участвовал в протестах против COVID-ограничений, в том числе в организованном партии Айнара Шлессерса. АПЛОДИСМЕНТЫ Отметим, в списке есть и сам политик Айнар Шлессерс, а также, например, его однопартиец, экс-глава Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдерс. Напомним, накануне стало известно, что Арнис Цимдерс умер, по неофициальной информации ЛТВ, после заражения коронавирусом. Еще один фигурант в списках COVID-умных — депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс. Повод — его комментарии к сюжету об учителях, которые искали способы заболеть COVID-19, чтобы не вакцинироваться. Если человек моложе 60-ти, без хронических заболеваний, то лучше так и делать, написал Кирштейнс. Я не знаю, что это за список, дураков хватает. Я всегда подчеркивал, что нужно прививать группы риска. Сам я также привился. В Латвии же в основном прививается молодежь, но правительство принимает глупое решение всех непривитых уволить. И учителя идут на такой шаг, чтобы сохранить зарплату. И я сказал, что эта женщина правильно делает, если она не хочет прививаться, и она здорова. Я, конечно, не знаю, сколько ей лет. Если в этом списке есть еще какие-то умные люди, то это лестно. Правильно написано COVID-умные. Я бы не хотел быть в списке COVID-дураков. В список COVID-умных угодили и ряд медиков. Экс-фельдшер Восточной больницы, Марина Карнатовская, например. Илзе Айс, Илнецегомеопата и президент общества врачей. Здесь же и глава профсоюза работников медицины Валдис Керрис. Его профсоюз в августе распространил заявление о том, что после вакцины у молодых людей серьезно повышается риск воспаления сердечной мышцы. То, что там написано, это полная неправда. И я уже начал консультации с юристами насчет того, чтобы обратиться в полицию с соответствующим заявлением для того, чтобы все-таки правоохранительные органы выяснили, кто этим занимается, кому это выгодно. Список COVID-умных РУСЛСМ попросила оценить госинспекцию данных. И тут говорят на первый взгляд, такая картотека имен, фамилии и фотографий попадает под регламент о защите данных. То есть фигуранты списка вполне могут попросить исключить их из него. Но есть оговорка. Если информация и персональные данные собираются с целью опубликовать материал, с целью осветить какую-либо дискуссию в обществе, и если в этом случае интересы субъекта данных не превалируют над интересами общества, то мы можем говорить, что тогда правила регламента о защите персональных данных не применяются. Это список людей, которые высказывались публично, и в принципе вся информация, которая есть там указана на этом сайте, это публично доступная информация. Более того, как говорят в инспекции, найти кому адресовать претензии может быть очень непросто. Сайт зарегистрирован на расширении Ком, в принципе он принадлежит еще одному серверу, где можно за деньги зарегистрироваться кому угодно и на, в принципе, абонентный ящик может быть где-то на Фолклендских островах. При этом хотя бы просто ограничить работу сайта на территории Латвии путь очень долгий и будет непременно включать суд и оценку права общества на свободу слова. Сергей Герасимов, Кришианис Лейтис, Русалас.